Приветища! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием Outbreak Island, что в переводе Остров Вспышки. Игруха про хоррор, про зомби, про исследование, про фотографирование, про крафтинг, про приключения, про выживание. И все, наверное, здесь в этой игре есть, что только можно придумать. Игруха-демка, разработчик мне написал, говорит, хочешь попробовать поиграть? Я говорю, а что бы нет, давай посмотрим. И мне показалась игруха интересной. Я уже чуть-чуть поиграл, мы находимся сейчас на четвертом этаже в лаборатории. Здесь сработала сигнализация, что я здесь делал, я не знаю. Возможно, пришел что-то с этими датчиками делать. Какие-то шуры-муры, шурудил тут проводки, не знаю, что я тут делал. И вот, в общем, нам говорят, что у нас есть меню и имитарь, журнал, что в принципе есть во всех играх. И самая фишка здесь, это камера. Мы можем на нее фоткать, мы можем включать ночное видение. Игруха похожа на одну-другую игруху, тоже с камерой, где бегать надо было. Вот. Но я не помню, как она называется. Если ты помнишь, можешь написать в комментариях. Помимо этого, мы эту камеру можем вставить на штатив. Это необходимо для того, чтобы следить за противниками. Я вот так вот за уголок сюда забегаю. И вот мы следим, чтобы видеть, куда они идут, что вводят, какие пароли и тому подобное. Отключаем сигнализацию. Посмотрим, что у нас за задание. Что-то у меня плохое предчувствие сказал, наш главный герой. Наши основные задачи. Это создать металлическую трубу, найти карту доступа, разблокировать дверь и идти на третий этаж. По крафту. Собственно, как в любой, ну, если это можно назвать RPG и приключенческой, выживальческой игре, мы можем крафтить. Собственно, бинты. Вначале я думал, что это туалетная бумага, но зачем туалетная бумага для крафта, да? Можно и так просто сходить, посрать под кусты. Металлическая труба, отвертка, молоток и отмычка. Вот. Также у нас есть голод, жажда и энергия. Сейчас, подожди, где-то здесь это было вот написано. Вот здоровье, голод, жажда. Все это у нас есть в левом нижнем углу. Значит, выходим. Камеру я буду таскать с собой на всякий пожарный. Она нам пригодится. Это наше оружие. Камера есть. Долбанные сраные мыши. Мышки. Пышки. Ну и вот мы видим, что тут явно что-то происходит такое, ну, не очень крутое. И этот трупак здесь лежит уже давно. По всей видимости, у меня была амнезия, поскольку я находился в той комнате. По всей видимости, месяц или два. И... А, тело я не вижу твое. И, в принципе, я не голодал. И я даже не знаю. Вот, сейчас мне хочется есть. Вот именно сейчас. Я даже не знаю, что тут произошло. И что я тут делаю. Нас просто запихали сюда и говорят, давай, выживай. Мы нашли с тобой консерву. Это говорит о том, что мы можем уже поесть. Наконец-то. Помимо консервы мы нашли металлолом. Из которого мы можем скрафтить себе металлическую дубинку. По заданию. Это круто. На самом деле, здесь пока что очень мало встречается материал, из которых можно что-то скрафтить. Кстати, помимо крафта, мы также сможем делать себе еще логово, когда выберемся из этой лаборатории. Использовать водичку. Чтобы набрать воду, нужно найти бутылку. Ну, хорошо, будем искать. Тут вроде бы больше ничего нет. Мрачная постановочка серенькая. В принципе, как и во всех хоррорах. Вот и пригодилась наша дубиночка, которую мы сделали. Бах. Тарарах. Вот и все. Мы выбрались. Нет, на самом деле мы не выбрались. Нас тут... О. Взять. Энергетик. Энергетик. Вот выход. Но мы выйти отсюда не сможем. Нужна ключ-карта. Ну, типа, ок. Пошли ее искать. Пластика здесь навалом, но взять я его не могу. Можно было бы его помыть, сполоснуть и набрать сюда воды. Из бойлера, да? Но нет. Такая бутылка не подойдет. Так что терпи. Туда не пройти. А очень бы хотелось. Но поскольку у нас теперь есть дубинка, я могу смело бегать. Ух ты ж. Ух ты ж. Я сижу в наушниках. Знаешь, как это звучит? Да что? Прекрати. Не надо. У меня сейчас перепонки в ушах лопнут. Давай. Откроем дверь. А здесь закрыто. Понятно. Короче, здесь кто-то был. Точнее, он есть. Раз он стучал. Давай мы тоже постучим в ответ. Эй, йоу. Выходи. Я здесь. И мне вообще не страшно. Фу, в хоррор игру играем. Ну, кстати, не факт, что это хоррор игра. Может, это просто... Типа, знаешь... Моменты будут, когда кто-то будет вылазить откуда-то, и тогда будет страшно. Ну, мало будет моментов таких. Хочется пить. Хочется ржать. Хочется пить. Скажи лучше, что ты тут делал? В этой лаборатории. Тут таки... Ржавчина вообще. Эта лаборатория такая старинная. Старинная. Че? Ладно, проехали. Я взял бутылку с водой. Вот, кстати, можно попить. Отлично. Давай попьем. Бухнем. Водицы мы с тобой. Консервы вкинемся еще. И хватит. И можно в ноутбуке порубиться в дотку. Но нет. Здесь записи. Маятник. Рабочая тема. Маятник. Из красной зоны не выносить. Особой важности. Спусок... Спусок, ага. Список допущенных к ознакомлению. Засекречено. Ох. Уже это секретность. Даже банальные записи моих мыслей запретили выносить из лаборатории. А я привык конспектировать. Мне так лучше думается. И что сделал офицер по безопасности? Ну, конечно же, принес мне убойного вида планшет с пронумерованными файлами. И в конце каждого дня забирает его под роспись и прячет в сейф. Три раза ха. Можно подумать, у нас тут какой-то проект. Монток. Или филадельфийский эксперимент. А военная электроника отдельная прелесть. Этим планшетом можно танк забронировать. Ну, или противнику по черепу врезать. Мало не покажется. Даже не зная, что тут они делали. Но кое-кому следовало бы дать по шапке. По-моему, что-то такое сказал наш главный герой. Очень быстро пролетели комментарии снизу. Не успел прочитать. Ящики. Кровь. Ммм. Сочные. Таблеточки. Можно вкинуться. Восстанавливать уровень здоровья 20%. Шикар. Здесь у нас что? Ну-ка, откройся. Патрончики. Пистолетные патроны. Вот лучше пистолет без патронов дали. А потом бы патрончики нашлись. Короче. Тут еще где-то валялась бутылка пустая. Которую можно было бы набрать. Но что-то я ее сейчас не вижу. Неужели тут каждый раз, когда ты начинаешь, предметы раскиданы по-разному? Хм. Странно. Ну, ладно, допустим. Вроде нет бутылки, да? Я же ничего не упустил. Все, выходим отсюда. Выходим, выходим. Мне не страшно, не страшно. Я бодрячком. Что-то там произошло? Да не, не могло. Там ничего произойти. Там пусто было. Кто-то что-то сделал здесь. Итак. Камера. Вы можете использовать камеру, чтобы осветить путь. Вспышка. Вы можете отвлекать врагов, ослепляя их. И штатив. Ну, все это я тебе уже говорил. И сейчас повторил. Значит, давай мы достанем камеру на всякие пожарные. Поскольку мы можем делать... Уи-и-и. Вот так вот. Прямо в рожу врагам. Конечно же, это не отпугнет их. Это больше меня напугает. Опа. Приветики. Ну, вот и первый враг. Вспышка, 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 вспышка. Все, убегаем отсюда. Я вначале думал, что это солдат. Но, как мы с тобой видим... На него вспышка не действует, что ли? Что-то как-то... Я думаю, надо валить отсюда. О, вот дверь вышибли здесь. Она раньше была здесь заперта. Да капец, куда ты так несешься-то? Отстань от меня, а. Надо спрятаться. Дверь закроем. А если я вот так вот встану здесь? Так, по свечению мы видим... Ух! Как ты мог открыть дверь, если я ее подпер своим телом? Отойди. Блин. Блински, блински. Ну иди сюда, пупсик. Все. Сейчас мы его закроем. И бежим отсюда нафиг. Наверное, не в ту сторону я побежал, не в ту. Так. Давай-ка я вот здесь вот сейчас спрячусь. Вот, вот, вот. Видишь, свечение появилось? Вот. Он, значит, идет здесь. Где-то. Сейчас присяду. Он меня не должен учухать. Учухать, учуить. О, отлично. О, отлично. Так, он там. А мы сюда. Вот эту дверь, короче, выше, походу, вот этот солдафон. Тихонечко. Солдафончик. Он сюда идет, нет? Черт. Есть прикол, что мне потом камеру надо будет забрать. Я ее хотел там на штатив поставить. Давай же, проходи быстрей. Там рюкзак надо еще забрать и смотреть. Ладно, давай штатив сейчас выставим. Ну, она может и внимание привлечь, в принципе. Все, нашел. А внимание мне лишнее не нужно. Черт, он идет. Че это такое? Медицинский спирт. Может быть, использован для крафтинга. Смотри, он нас не запалил. Так, спокойненько. Короче, если я не шевелюсь, он на нас не обращает внимания. Я раньше этого не замечал. Тихо. Вот это да. Походу, они слепые. Они только на шум реагируют. А как он тогда по коридору перемещается? Странно. Ну, ладно, допустим. Будем иметь это в виду. Еще патроны. Здесь вроде пусто. Нам нужно сделать снимки. Написано в журнале. Так, записи. Вот фотографии. И нам нужно их продублировать. То есть, надо найти эти места. И как... Черт. Черт, черт, черт. И я вот уже одно местечко нашел. Сейчас тебе покажу. Смотри. Вот. Вот этот чувак стоит вот среди вот... Я не знаю, что это трансформаторов, может быть, еще что-то. Компьютеров каких-то. Вот оно, это помещение. И нам говорят, что вы можете приблизить, ночное видение включить и фотодоказательство сделать. Фотодоказательство, вот мы сейчас этим и занимаемся. Нам нужно это реализовать. Вот карточка, кстати. Которая откроет нам дверь. Значит, мы сейчас должны сфоткать вот это место. Именно здесь стоял этот чувачок. Вот. Я сделал снимок. Не такой, что ли? Во! Разблокировано. Новое фото. Все. Вот эту фотку мы сделали. Отлично. Я же детектив. Ваша ж ммашка. Ммашка в башку. Теперь надо отсюда сваливать. Тихонечко. Он там. Я слышу его дыхание. А нам вот сюда. К дверям. Вроде как двери... Да, двери здесь. Не, я... Как я мог запутаться? В этих четырех стенах. А, вот это я дал. Догдал. Он где-то здесь идет. Ага, вон он. Давай тихонечко за днем будем прокрадываться. Дверь у нас слева. Вон там. Давай, Вася, гуляй впереди. А я буду позади. И все. Выбираемся отсюда. Плюс карту ставили. Дверь открыта. Закройте, пожалуйста, дверь обратно. Чтобы он за мной не побежал. Ну все. Дальше я уже не играл. Я не знаю, что нас будет ждать. Если про Васька я знал. То, что дальше, я уже не знаю. Ммаш, что там такое? Что это такое? Там кто-то ходил? Там кто-то прошел или мне показалось? Какие-то искры. Как в Чернобыле. Надо быть очень... Очень внимательным. А я растеряш еще тот. А, это провод в воде. Понятно. Это электричество. Туда лучше не наступать. Тогда разбиваем вот эти досочки. Стой. Нет, крафтить я ничего не хочу. Мне нужно оружие. Бьем. Мы в туалете. И тут есть какая-то записка. Давай почитаем. Что написано? Дневник сотрудника номер один. Обычная история. Чем больше работаем над маятником, тем больше вылазит побочных проблем. Бюджет пухнет на глазах. Кураторы недовольны. Им-то, разумеется, хочется видеть немедленные результаты. Не знаю, может у вояка оно все-таки и работает. Приказ отдал. Брови нахмурил. Все засуетились. Забегали. И через час готово. Да, только в науке так не бывает. Излучатель мы собрали быстро. Но с калибровкой полезли такие накладки, что впору за голову хвататься. Семь экспериментальных включений. А результат нулевой. Даже последние. На 29 секунд. Никакой реакции. Похоже, мы промахнулись. Пока не ясно с чем, с частотой или с мощностью. Ничего. Нащупаем. Еще бы не дергали постоянно. Ну да. Недалекие вояки над душой есть сголового. Правдивая история. И что-то на английском. Не хочется переводить. А, во, ящики можно открыть. Посмотрим, что у нас здесь. Металлолом. Компоненты. Вата. Давай посмотрим насчет бинтов. Можно их в принципе скрафтить. Да, у нас есть медицинский спирт. Вата. Давай скрафтим. Пусть будет. Хотя нет, нет, нет. Стой, стой, стой. Давай не будем крафтить. Вдруг медицинский спирт? Я уже не могу остановить. Крафт здесь довольно долгий. Компоненты нужны для отвертки. А для молотка нужна еще древесина. Для отмычки молоток. Ну, логично. Отмычку можно выковать при помощи молотка. В туалете у нас все? Давай пойдем сюда. Ммм. Вы можете использовать F на камере. Это включает ночной режим. Нифига не видно так. Ладно, через камеру лучше похожу. Надеюсь, меня здесь никто не напугает. Можно что взять? Вон там что-то лежит. Или мне кажется? Да. И так нифига не видно. Так еще и этот экранчик маленький тоже ни шиша не видно. Мне, походу, надо вернуться. Да. Потому что это мы уже движемся по сюжету вперед. А мне нужно еще разобраться вот с этой штукой. О! Гляди. Вон там выход. На второй этаж. Понятно. А что по журналу вообще у нас? Квисты. А, ну просто выйти на третий этаж. Я на третьем. Починить оборванные провода и идти на второй этаж. Я просто так починить смогу? Нет? Пальчиками скрутить. Лента нужна, провод и отвертка. Ясно. Значит, я двигался в правильном направлении. Что ж, пойдем. Все, мы снова здесь. Включаем ночной режим. Откроем дверь. О, как тут светло. Хорошо. Но тут ни шиша нету. Вообще нечего взять. Хотя нету. Вот это вот можно обыскать. О, пожалуйста, лента. Она мне как раз нужна. Какое чудо. Какое удивление. Как так вышло, что я тут нашел изоленту. Прям вообще. В жизни бы мне так не фортанул, наверное. Хотя это... Опа. Вот это место надо сфоткать. Черт, он живой. Ты как, мужик? Странно. Кстати, глаза у него нормальные. Вроде как человек. Хм. Может, их тут накачивают чем-то? Ладно, пошли отсюда. Да. Подожди-ка. Куда ты делся? Э, шашлык. Вот здесь застянка. Меня что, проглючило? А куда он делся-то? Подожди, не может быть такого. Вот это поворот. Подожди, а на потолке нету? Не. Ну, я все здесь осмотрел. Может, у меня это снится? Это страшный сон. С другой стороны. Ладно, двери закроем на всякий пожарный. Я, конечно, понимаю, что он дверь сможет открыть. Но, может, это его как-то остановит ненадолго. Закрыл дверь. Такой наивный. Ох, блинский. Что так страшно-то? Я еще и через камеру смотрю. Короче, этот чувачок, видимо, будет мне теперь двери запирать, да? Вот сюда можно пройти. Что тут у нас? О, что-то можно тут пошерудить. Что у нас в сумке? Ну, конечно же, провода. Промана, промана. Можно взвеситься? Вон там что-то еще есть, смотри. Это мы, наверное, с другой стороны, да? А, вон оно что. Вон оно что. Может, труба поможет нам? Подожди. Собьем этот замок, да и все. О, действительно. Действительно. А дверь просто открыть можно? Закрыто. Не можно. Отмычка нужна, чтобы ее открыть. Так. Что у меня есть с собой? Отвертки нет. Давай посмотрим, все ли у меня компоненты для нее есть. Нет, не все. Еще один компонентик надо найти. Ну, хорошо. Значит, возвращаемся обратно. У нас тут есть еще одно помещение, в которое мы не заходили. Включаем ночной режим. Ночное видение. Вот сюда мы еще не ходили. Не обосраться бы здесь. А я могу, потому что чувака жил. И он куда-то делся. Вот в эту дверь я не буду заходить, потому что он закрыл в это помещение в прошлый раз. Подожди, вот это сфоткать надо. Нет, не оно. Нет, походу не оно. Короче, в это помещение. Вот в это. Вот в это помещение. Вон с той стороны была дверь, которая захлопнулась. Я думаю, что если я туда войду, я увижу этого чунгачкука. Как бы... А, нет, это вдруг... Нет, только не... Блин. Это вообще рискованно, когда ночное видение отрубается. Очень бы не хотелось. Отхватить. Отхватить, когда у себя сядет подарейка. Так, так, так. Куча мешков. Надо все это фоткать на всякий пожарный. Вдруг я что упущу? Сейчас ночной режим отключится. Только вот так. Сейчас, перезарядимся. Ууу, тут вообще ничего не видно без фотоаппарата. Сейчас, сейчас я сфоткаю. Интересно, снимок нормально получился или все-таки? Да, пойдет. Так. Вот в мешке трупак. Можно зайти сюда. А можно вот сюда. Карточка у меня есть. А, код нужен. Какой код? 3-3-3? Дырку про три. Нет. Код не подходит. Вроде здесь больше нигде поковыряться нельзя. Ладно. Давай откроем эту дверь. Упаньки. Только не говорите, что вот этот трупак сейчас оживет. Мне очень-то и хотелось бы. Сейчас двери на всякие закрою. Чтоб сзади никто не подбежал. И в сраку мне не напинал. Да, там тело, вон, видим. Надо быть очень аккуратным. Будем очень очковый, если он скачет. Все у нас. Мне кажется, или кто-то... Кто-то там за дверью есть. Все, мы делаем отвертку. Крафтинг здесь капец какой долгий. Я не знаю, что там он с этой отверткой делает. Он ее выкакивает, что ли? Поскольку отвертка у нас уже есть, пойдем чинить проводку. Мы включим здесь свет и, возможно, мы найдем пароль. Я надеюсь на это. Давай, побежали. Уа, жалко, ускорение тут не работает, когда я смотрю в камеру. Ну, конечно, можно и глаз выбить так. Все, чиним проводку. И, наверное, тогда мы сможем открыть ту дверь. Починить. Все, я все починил. Свет загорелся. Мы можем пройти теперь сюда. И здесь, может быть, пароль есть. В компе он, наверное. Точно. Музыка мне не нравится. Еще компоненты нашел. В сумке что? Вот музыку вот эту вот, пожалуйста, на пистолет. Ух ты, а что это за пистолеты? Эффективные при использовании на более близком расстоянии. Там написали бы какой-нибудь Макарыч. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я еще и пить хочу. Давай газировкой бахнем. Так, пойдет. Пистолет берем, перезаряжаем. Ну, че? Или пока не тратить на него патроны? Еще газировочку, давай выпьем. Пистолет я в сумке нашел. Ну, значит, давай ноутбук почитаем. Че тут? Дневник сотрудника номер два. Теперь будет проще, как мне кажется. Полковник обещал решить проблему с мощностью. Дизелями ее не поднимешь. Так что придется тащить на остров что-то повеселее. Так, мы поняли, что мы на острове, это понятно. Я поинтересовался, что они там придумали, но техники из отдела обеспечения только руками разводят. Не положено, мол. Как будто догадаться нельзя. Ну, ясно же, что никакие ветряки и приливные понтоны не дадут нужной мощности. А строить станцию с нуля конитель на месяцы. Да и какую? Мазутную, угольную? Не смешите. Значит, что? Вот-вот. Любой грамотный инженер угадает решение. Задача-то простенькая. И никакая секретность не указ. Главное, чтобы новость в город не просочилась. Ага. Сейчас будут комментарии нашего главного героя. Читаем. Даже не хочу знать, что за хрень тут творилась. Но, похоже, придется выяснить. Кэп. Мы такой, Кэп. Ладно, пойдем. Будем сейчас разбираться. А, пароль. А, пароль. Я думал, пароль в ноутбуке, но нифига. Слушай, а может быть? Давай мы туда сейчас сходим. Так. Сейчас нам обратно надо будет... Черт. В голову ему. Ты сдохнешь, нет? Я все патроны в него бахал, ему пофиг. Серьезно? Офигеть, они что, бессмертные, что ли? Я так не играю. В туалете пароля нет? Не, вроде нет. Я стою. Я стою. Ты меня не видишь? Ладно, придется пофоткать. Да отстань от меня. У меня энергии уже нет. Я жрать хочу. Все, я убегаю, короче, отсюда. На второй этаж. Там, короче, видимо, в той комнате был где-то пароль, но не знаю. Да хватит за мной носиться-то. Извращуга. Все, я убежал. Дверь закрыл. На этот видос. Он и сюда прошел, на второй этаж. Так, надо его как-то отсюда увезти. Я не знаю, что сделать. Все, кажется, он отстал, смотри. Фух. Фух, меня пронесло. А я хочу есть и пить. Энергетик давай еще бахнем. Надеюсь, здесь никого нету. Стремненького. Так, значит. Погрузчик. Это морг. Вот эту комнату я еще не видел. Может, это комната медика? Значит, кот нужен. Блин, какой кот-то? Может, я здесь узнаю этот кот? Стиральные машинки. Можно проверить их? Нет? Давай сюда зайдем. О! Нашли это место. Это кафетерий. Вот бумага какая-то есть. Давай почитаем. Дневник сотрудника 4. Первое включение по новой вводной прошло просто отлично. Есть динамика. По всем приборам виден прирост. Процентов на 9 минимум. Раньше мы о таком и мечтать не могли. Я даже переволновался немного. Не знаю. Что-то вегетативное. Шум в ушах и цветные пятна перед глазами. Не хватало еще свалиться в обморок, когда все только начинается. И что за странные эффекты? Аж волоски на руках швелятся. Будто я адреналиновый наркоман. Надо заглянуть в медпункт после смены. Пусть выдадут антикризовое. И куда пропал офицер СБ с планшетом? Дьявол. Как неудобно писать ручкой. Она скрипит. Хм. Ручкой. Ленивая жопа. Ленивая жопа. Есть вода. А еда? Ну мы сейчас в кафетерии точно найдем. Металлолом. Еда, еда, еда. Протухшая еда. Где-то же что-то должно заваляться. Какая-нибудь консерва. Не знаю. Жрать хочется, не могу. Дверь туда. Возможно там склад. Давай откроем. О, точно склад. Ништяк. И тут в холодильнике обязательно должна... О, пиво. Уровень жажды на 20%. Но снижает уровень голода на 5%. И консервы. Отлично. Тут ничего не видно. Давай, короче, похаваем. Консерва. И можно, в принципе, пивко выпить. Почему бы нет? Пивко давай бахнем. О, да. Это все хорошо, конечно. Мы здесь все проверим. Шоколадки бы вот найти. Было бы прикольнее. Все-таки сладкое все обожают. В туалете что у нас тут? Нишиша тут нет. Оттуда я пришел. Ладно, идем сюда. Надо на стенке обязательно обращать внимание. Возможно, пароль, кто на них записал. Но я надеюсь на это, по крайней мере. А еще бы мне не запутаться в этом месте. Я уже начинаю путаться. Значит, кафетерий там. Вот это что за место? Вот. Еще ящик чуть не продул. Снова компоненты. Попробуем сейчас зайти здесь. Потому что тут зеленый. Горит огонек. Спальня. Можно подрыхнуть. О, ящик с чем-то. Ну-ка, ну-ка. Нужна отмычка. У меня задача разблокировать дверь отмычки. Значит, у нас есть с тобой отвертка уже. В принципе, мы можем... А, молотка нет. Древесину надо найти. Я столько досок уже разломал. Можно было бы там и взять одну досочку. Но что-то как-то, видимо, я не додумался. Значит, оттуда я пришел. Здесь не пройти, потому что нужен код. Хорошо. Все, я вроде все запомнил. Не запутаюсь. Возвращаемся обратно. Вот здесь. Можем направо пойти. Там забаррикадировано. Хорошо. Откроем эту дверь. Туалет. В шкафчиках наверняка будет древесина. Нет. Вата. Интересно, а где мы древесину найдем? Еще болты. Тут пусто. Туда не пройти. Ну, тут одна только дорога. Сюда. И сейчас что-нибудь обязательно тут приключится. Нет, тишина. Чувака придавило. Чувак, ты как, живой? Ребра видны. Куча крови. Ну, думаю, что нет, уже нет. Ему и так хорошо. Выход. Я нашел выход на второй этаж. Мы можем выйти? Закрыто. Не можем. Пока не решим определенную задачу, мы отсюда не выберемся. Я понял. Здесь что? Оу. Ой, и там, там наверняка кто-нибудь будет. Давай здесь вот сейчас пролезем. Вода! Вот это да! Да еще полная. Подожди, я хочу попробовать. Нет, туда не перелезть, не перепрыгнуть вообще никак. Значит, идем сюда. Будем сейчас спускаться. Ё-моё, вон тот чувачок меня нервирует. Ладно. Присядем. И давай тихонечко будем здесь шариться. Чувак. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Давай его отсюда выманим, наверное. Прям вот выманим. Куда можно? А, подожди, вот сюда можно было. Сейчас спрячемся. Че, все? Сдулся? Э, Вася! Вася убежал уже, все. Куда ты делся, Вася? Вон он. Да. Обидно, конечно, что патроны их не берут. Будем сейчас спрятаться. Тихонечко. Черт. Вон он сейчас мог очень-очень так хорошенечко запалить. Да блин. Че ты туда-сюда ходишь? Хватит тоже. О, 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 о. Момент. Момент это хорошо. Че он там стоит просто? О, черт. Вот так вот. Блин, 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 блин. Фух. Ну, сюда он не должен подойти. Давай в шкафчиках поковыряемся. Древесина, наконец! Я как знал, что она в шкафчиках лежит. Все. Можем скрафтить молоток. Еее. Главное, чтобы мне черепуху сейчас не оторвали. Сзади не подошли. Все, есть молоток. Можем сковать себе отмычку. Как настоящий кузнец. Кузнечик, кузнец. Все, отмычка есть. Можем теперь вскрывать все, что захотим. Тихонечко, тихонечко. Так, он, наверное, сюда пошел, за. Ага. А я думаю, что мы уже можем не прятаться и, в принципе, просто выбежать вот так вот. Очень быстро. Тут, наверное, больше ничего нет. Тут паролей здесь нет. Вроде нет. Вроде нет. Слушай, а еще меня, знаешь, что интересует? Если я штатив поставлю здесь вот-вот. А, я тут не могу его поставить. Что странно. Типа он мешает проходу. Ну да. А я-то хотел поставить на проходе. Соответственно, он бы мешал проходу. Но типа так не прокатит. Видимо, чтобы игра не баговалась. Так, убираем штатив. Хм. Что по задачам? Отмычку-то я сделал. Квисты второго этажа. Разблокировать дверь, отмычка идти на первый этаж. Ну ладно, сейчас пойдем. Хорошо. А вот, собственно, и дверь, как я ее быстро нашел. Давай открывать ее. Все? Как легко. Тогда сваливаем. Насчет пароля я не знаю. Вроде бы я его нигде не видел. А насчет фото, кстати. Подожди. Фотографии. У меня есть три фотографии. А где же вот эти вот еще тогда? С моргом и рентгенами. Где их еще тут-то делать? Сейчас посмотрим, что на первом этаже. На первом этаже. Здесь у нас, скорее всего, погрузчик где-то должен быть. О, первый этаж. И вот, собственно, место с погрузчиком. Да же? Разблокировано новое фото. Только не говорите, что мне надо будет спускаться сейчас вниз. Ое, патрончики. Чтобы отфоткать оставшиеся фотки. Выйти из лаборатории. Сейчас увидим. Или, может быть, это все-таки другие места. Не в этой лаборатории эти фотки были сделаны. Не может быть такой же. Черт, блин! Капец. Вот это я обосрался. Прикинь, а если бы я не выпался, она от меня сейчас распилила тут напополам. Ой, нет, 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 нет. Нет. Вот я спрячусь. Вот, вот, вот. Это нормально. Я придумал. Я еще есть хочу. Подожди, чувачок. А есть и нечего. Угу. Ладно, давай тогда пистолет перезарядим. Я понял, что пистолет их убить не может. Поскольку у них, видишь, вот это электричество, оно по сердцу бьет. Как этот. Который сердце реанимирует. Забыл, как он называется. Вот. И они постоянно оживают, видимо. Как-то так это работает. Что, он здесь? Нифига. Нифига. Спрыгивать не очень-то хотелось. Ну ладно. Черт, он сзади меня бежит. Да все, в обморок, в обморок встань. Очень много промахнулся. Ой-ой-ой-ой, нет. Он меня убил. Он меня сожрал. Ладно. Три патрона еще есть. Давай сейчас запрыгну наверх. Все, он ушел вон туда. А мы сейчас тихонечко... Блин. Иди сюда. Воса. Не беси меня. Сейчас он спрыгнул. О, отлично. Черт. Черт, 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 черт. Давай эту дверь откроем. И закроем. Бежим. На свободу, на волю. У меня, кстати, восполнились жажды и голод. Это очень хорошо. А здесь закрыто. Можно пройти через дверь. Вот эту вот дверь. А, ну, тут пароль нужен. Ладно, сейчас. Отобьем. Замочек. Ага. Пока никого. Это очень хорошо. Ой-ой-ой. Вот это тебе досталось, чувачок. Давай почитаем. Дневник сотрудника номер 6. Как же хорошо вернуться. Пусть ненадолго, но я как будто убрал с глаз калейдоскоп и снял наушники эхолота. Пока я не слышу голоса, не вижу следов, перепады и пульсация света не слепят меня. Пока. Это было сложно. Немыслимо сложно. В редкие минуты просветления, просчитать резонанс излучения и перепрограммировать сигнатуру. У меня есть минут 5, не больше. Потом установка вернется в рабочий режим. Расчеты в памяти моего компа. Разберетесь. Если вы, конечно, сможете пробраться сюда и прочитать мои записи. Запомните. Дальше лабораторной зоны без защиты не пройти. Даже не пытайтесь. Иначе станете такими же, как мы все. Шанс только у... Черт. Опять начинается. Нет. Больше не хочу. Знаю. В сейфе лежит пистолет. Прощайте все. Не повторяйте наших ошибок. Прощай, Клэр. Ну вот. Один из ученых застрелился. Прощай, парень. Даже не знаю, как тебя зовут и что ты там делал. Но вернулся, чтобы предупредить. Успел. Спасибо. Может быть, я тоже был психом таким же и я сейчас очнулся, поскольку я был в глубине лаборатории. Такое может быть. Ну, по крайней мере, мы выяснили, что тут происходило. Мы ставили какие-то эксперименты. Одному ученому стало плохо. Соответственно, потом всем поплохело. И мы пытаемся выбраться с этой лаборатории. Вон там замок сбить можно. А тут можно разбить? О, можно. Никто сюда не прибежит меня скручивать. Типа охранники. Давай почитаем, что тут написано. Опа, вот и пароли, смотри. Документы охраны. Сейчас я сфоткаю их. Минутку. Вот так. Все, я это зафоткал. И, походу, придется вернуться обратно. Дверь оттуда я не открою. Надо толкать. Ну что? Пойдем по-быстренькому вернемся. Посмотрим, что там. Сейчас еще хочу вот это посмотреть. Это что, бункер какой-то, что ли? Ну, видимо, да. Открыть бункер. Ага, ясно. Ладно, давай сейчас тогда с той стороны посмотрим, что там еще у нас спрятано за замком. Очень любопытненько. Ломаем. А, все, ясно. Я вот оттуда пришел. А как я туда-обратно-то вернусь? Подожди-ка. Подожди-ка. Как мне обратно-то вернуться? Там же все закрыто. А, вот. Есть возможность спуститься. По еде пока все норм. По питью тоже. Вот она, первая комната. В обратном порядке. Так, значит. Я открываю свой телефон. Мне кажется, что к нам кто-то бежит. Надеюсь, у нас не бомбанут. Так, значит. Первый пароль у нас там в списке был. Это 2-4-6-5. О, это он. Отлично. Если я сейчас поверну голову направо, там будет этот чижик. Черт, я как знал. Как знал. Надо было не поворачиваться. Сейчас круговушечку навернем. Все, сейчас двери тут закрою. Так. Комната, записка. Эту комнату надо фоткать, нет? Нет. Эту не надо. Давай посмотрим, что в записке. Читать. Дневник сотрудника номер 3. Майк в себя больше не приходил. Новая группа голосов. Эти просто шепчут. Офицера СБ сказали, пришлось застрелить. Жалко планшет. Надеюсь, найду записи. Пусть прочтут. Звоню домой. Никто не берет трубку. Как Клэр. Люди оставляют след. Не все. Контуры, фигуры в воздухе целый ряд. Это, короче, писал тот доктор, который пристрелил себя. И вот он сейчас, походу, в бреду, ну, в таком уже подвешенном состоянии. И вот он пишет вот это вот все. Вижу, когда они идут. След держится минуты две. Пробовал засечь свой след. В зеркале не видно. Опять голоса шепчут. Не могу понять. Сначала звуки бесконечные странные звуки. И голоса. Их много. Я не понимаю. Что они хотят сказать? Лаборант умер. Не помню его имени. Оставляет красный след. По-моему, он пытался выцарапать глаза. Домой, Клэр. Домой. Домой. Хочу домой. Что здесь произошло? Да, я бы тоже хотел узнать. Да мы все хотим узнать, что здесь произошло. А еще самое главное, как ты здесь очутился вообще. Наконец-то есть еда. Это очень хорошо. Синего свечения вроде нет. Можно отсюда выходить. Да? Так, бегом к следующей двери. Нашел еще один. Значит, давай водить. Так. Три-четыре. Три-четыре. Восемь-семь. Нет, не та дверь. Один-восемь. Двенадцать. Это третья дверь. Я где-то вторую пропустил. Что у нас здесь? О! Рентгеновские снимки. Отлично. Сфоткаем. Круто. Нашли еще одну комнату. Это шикарно. Тут вроде больше медикаментов лежат. Прям целую аптечку свистнул. Это хорошо. Пригодится. Вот она вторая дверь. Возле морга. Подожди, это не тот ли морг, который сфоткать-то надо? Нет, вроде не тот. Сейчас. О, блин. Зарядка кончилась. Наверное, морг вот здесь, в этой комнате. Сейчас вводим пароль. Так, значит. Там, по-моему, было три... Да, три-четыре. Восемь-семь. Ерор. Нифига себе. Шесть-пять. Один-один. Ага. Подошло. Это последний код был. Значит, я еще одну дверь где-то пропустил. Вот он, морг. Фоткаем. Тут что-нибудь... Вот это что такое? Рюкзак какой-то. О, еда, питье. Прям вообще хорошо. Можно, в принципе, сейчас перекусить. Кстати, по фотографиям у нас все. Шесть из шести. Я, кстати, думаю, что мы можем отсюда выбираться. Поскольку у нас было четыре пароля. Одна дверь была открыта с паролем. А другие мы открыли. Так что... Фух. Все, я поднялся на первый этаж. Сейчас надо воспользоваться медикаментами. Давай, бинт используем. Аптечку не хочу пока юзать. Бинтик и таблеточки можно заюзать. Отхватил, конечно, на каждом этаже практически. Потому что бежал насквозь. Все, вот она, эта дверь. Сейчас мы выйдем и посмотрим, что же снаружи. Как в письме уже говорилось, мы находимся на каком-то острове. Открываем дверь. Блин. Просто загрузка и все? Линдси? Линдси, ты тут? Доложай ситуации. Нифига ему никто не отвечает. Мы видим бит реки. И видим какую-то зеленую фигню. Аутбрейк Айланд. Так, мы куда-то бежим. От кого-то. Какого хрена? Отстань от меня, мужик. Ну, он там, конечно, матерится. Что это за фигня такая зеленая? Что тут намудрили на это мусор? Линдси? Взять. Линдси Десертый. Я не встретил никого. Но, короче, он рассказывает, как это все произошло. Люди искали альтернативный источник энергии. Ну и вот, короче, дохимичились. Теперь мы, собственно, выживаем на этом острове. Я буду фотографировать все, что вижу, иначе мне просто не поверят. Но... Дам. Я не верю в это место. Ну, по всей видимости, я так понял, это сейчас идет пока с того, что будет в полной версии игры. В релизной версии. Я готов. Теперь я готов. Ну что, как тебе игруха? Если ты бы хотел ее увидеть на моем канале, когда она выйдет, то обязательно напиши об этом в комментарии, поставь лайк и подпишись. А на этом все. Это была демка этой игры. Мы посмотрели. Мне, в принципе, понравилось, но чего-то не хватило. Надеюсь, в релизе будет более интересно. Увидимся в следующем ролике. Спасибо.